Кто такой Дух Святой? Познакомься. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Поговорим немного о наших семьях. Вспомните, кто есть в вашей семье. Мама, папа, брат, сестра. Вспомним, что они делают в доме. Может, наводят беспорядок, а кто-то наоборот смотрит за порядком. Представьте, что вы заходите в дом, когда никого нет. Вы видите по порядку или беспорядку, кто, что сделал. Я думаю, да. Зная вашу семью, вы знаете, кто что делает. А кто такой Дух Святой? Познакомься сегодня с Ним. Когда мы пришли к Богу, мы пришли в Божью семью. Наша жизнь полностью открыта перед Богом. И в нашей жизни есть вещи, дела, которые делает именно Бог Отец, показывая нам лично свою любовь. Господь также участвует в вашей судьбе. И, конечно, Дух Святой, который каждый день освящает и ведет вас каждый день. Если посмотреть на свой день, неделю, месяц, всегда можно увидеть руку Бога Отца, Иисуса Христа и участие Святого Духа лично у нас и в сегодняшнем дне. Мы много говорим и будем говорить о любви Бога Отца и благодати Его, Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Бог Отец и Сын. Бог Отец нам показывает свои дела, чтобы показать себя, свою любовь через благодать. Она может произойти каждый день. Отличается, во-первых, она незаслужена, во-вторых, избыточна, то есть больше, чем нужно. И, конечно, подтверждение – это внутреннее свидетельство Духа Святого, что это сделал Бог. Каждый мой слушатель, кто верует в Иисуса Христа, обязательно это испытывал в своей жизни. Или нужно просто вспомнить. Так как при этом присутствует Дух Святой, то, если не помните, помолитесь и скажите «Дух Святой, напомни мне руку Отца Небесного, благодать Его, во имя Иисуса Христа. Аминь». Дух Святой обязательно вам напомнит такие случаи. В этой благодати Отца можно и нужно возрастать. И мы это делаем. Так, друзья? Если нет, в ближайшее время готовлю подкаст на эту тему. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. У вас был случай проявления Божьей благодати в жизни? Если да, поставьте лайк под видео, чтобы и мы знали, что Бог Отец и сегодня действует на земле. Сын, Иисус Христос. Господа нашего мы видим через Его тело, Его церковь. В Евангелии от Матфея 16 главе, стихе 18, Господь сказал так о церкви. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава, стих 18. Спустя две тысячи лет Господь Иисус Христос до сих пор является главой церкви, и по Его слову никто не может одолеть ее. Даже врата ада. А лично это то, что Иисус Христос взял наши немощи, болезни, проклятия, нищету, беззаконие. Конечно же, наказание за грех. Все то, что может прийти в нашу жизнь и разрушить ее. Господь вместо нас был наказан и потерпел. Умер вместо нас на кресте. Он умер вместо нас от всего, что может разрушить нашу жизнь. Все, что приходит извне. Если бы не было Господа, то мы бы с вами умирали от всяческих болезней, даже от малейших. На земле областвовала бы нищета, беззаконие, от которых нам не было бы защиты. Но Господь умер вместо нас на кресте. Но Он воскрес и нас воскресил вместе с Собой. И теперь не мы живем, а Он в нас. Кто такой Дух Святой? Познакомься. А кто такой Дух Святой? Кто Он в твоей жизни? Дух Святой сейчас находится на земле. Он говорит и призывает к покаянию каждого человека на земле, верующий он или нет. Признать грех могут некоторые добрые люди, праведники. Но покаяться так, чтобы принять и изменить свою жизнь, так человек может только силой Духа Святого. Придет время на земле, и Духа Святого не будет. Тогда не будет больше покаяния. Люди не смогут больше каяться и приходить к Богу. Это все написано в Слове Божьем. Во-первых, для всех на земле Дух Святой дает покаяние и спасение. Друзья, для всех. Во-вторых, Дух Святой служит Церкви. Через служителей и практически через каждого члена Церкви Дух Святой продолжает служить для укрепления тела Христова и для нуждающихся людей в мире. Возьмем то, что говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея 12 глава стих 28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла для вас Царствие Божие». Матфея 12 глава стих 28. Здесь Иисус Христос исцелял, освобождал и сказал, это Он делает все Духом Святым. Так же и сейчас, сегодня, все так же это делает тело Христова, то есть Церковь Его через братьев, сестер, Его служителей. Если же сегодня в Церкви Духом Божиим изгоняют бесов, исцеляют, происходят чудеса и знамения, то, конечно, достигла до нас вас Царствие Божие. Брат, сестра, до вас достигло Царствие Божие. Примите эту радость и благую весть. Вы в своей жизни видели что-либо от Духа Святого? Освобождение, исцеление, чудо или знамение? Если да, поставьте лайк, поделитесь с нами. «Кто такой Дух Святой в твоей жизни?» Иоанна 14 глава стих 17. Дух Святой обязательно общается с человеком и на личном уровне. Почему? Потому что, как сказал Господь в Евангелии от Иоанна 14 главе, стихи 16 по 18. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна 14 глава стихи 16 по 18. «Дух Святой сейчас со всеми детьми Божьими. Он живет вместе с нами и в нас. Более того, друзья, мы, я, ты, мы знаем лично Его. Не верите мне, поверьте Иисусу Христу. После Дня Пятидесятницы каждый, кто пришел с верой в Иисуса Христа к Богу, исполнен, наполнен Духом Божьим. Если мы Его не видим, то это нормально, ведь Он есть Дух. А мы Его можем увидеть, это Его дела в нашей личной жизни. Дух подкрепляет нас в немощах. Он внутри нас. Значит, Он знает все наши нужды душевные, духовные. Конечно же, Он пришел помочь нам. И первое, описанное апостолом Петром, Его служение – это молитва. Это пример действия Духа Святого в нас. Откроем послание к Римлянам 8 глава стихи 26 по 28. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это послание к Римлянам 8 глава стихи 26 по 28. Благодарят нам, что Бог знает, что мы не знаем, как молиться правильно и о чем молиться. А Дух Святой молится через нас, зная нас воздыханиями неизреченными. То есть мы молимся Духом Божьим. Например, мы рисуем, рисуем мы, но в руках у нас карандаш, и получается рисует карандаш? Мы через карандаш рисуем то, что мы хотим. Так и Дух Святой через нас говорит то, что нужно для нас Богу Отцу, помогая нам. Часто мы не понимаем, о чем молимся, но и карандаш не понимает, что рисует. Это и не важно. Главное, что Дух Святой знает, о чем и как прийти в молитве к Богу Отцу, а Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Это пример служения Духа Святого в нас и в современном мире. Если вы говорите на иных языках, описанных в Дне Пятидесятницы, поставьте лайк или крести в комментариях, нам для свидетельства. Как говорит Дух Святой? Стоит отметить, Дух Святой говорит с нами через Слово Божье и Откровение. Друзья, Отец Небесный все понимает и то, что мы не понимаем Слово Божье. Нужно признаться в этом. Но у нас есть Дух Святой, который ведет нас, и Он в нас, и Он нам дает откровение. Он нам лично говорит, когда мы читаем Библию или слушаем проповедь, свидетельства. Например, вы слушаете проповедь, и вдруг место из Писания открылось. И как вы раньше его не понимали, этот Дух Святой вам лично рассказал, что там написано. Вы переживали такие откровения? Если да, поставьте лайк. Служение Духа Святого для всех и каждого лично. Вообще, служение Духа Святого для нас это. Во-первых, Он освободил нас от закона греха и смерти и ведет закон Духа жизни. Во-вторых, Он присутствует в нас. Друзья, согласитесь, это тоже служение, и это иногда очень трудно и непонятно для нас. Так ведь? В-третьих, Дух Святой нас освящает, ведет по жизни и благочестию, свидетельствует для нас и окружающих. И мало того, Он, когда придет время, воскресит всех, друзья, всех детей Божьих и освободит во всей полноте. Это все Дух Святой. Друзья, присутствие Духа Божьего в нашей жизни очень широко. Я много писал и буду писать о действии Духа Святого сегодня на этом блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить много интересного. Чудеса исцеления Духом Святым. Кроме всего прочего, расскажу я о чудесах и исцелениях, пророчествах в наше время. Дух Святой через Церковь Иисуса Христа делает чудеса, исцеления, пророчества, свидетельства. Если вы не видели, если вы видели или получали исцеление, то это все Духом Святым. Отличие это только через Его Церковь. Вы получали или видели исцеление, исцеление, освобождение в вашей Церкви? Если да, поставьте лайк или кресли в комментариях. Это нужно для нас, чтобы и мы знали о делах Духа Божьего сегодня. Это все делается Духом Святым в современное время. Как и две тысячи лет назад мы видели в служении Иисуса Христа. И вот еще что, друзья. Задайте вопрос Богу. Покажи мне твою руку, Дух Святой. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Сегодня мы путешествовали во времени и знакомились с Духом Святым. И мы еще много будем говорить на теме Бога Отца, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.